В минувшее воскресенье митрополит Новосибирский Иберский Никодим совершил божественную литургию в раме иконы Божьей Матери Знамени Абалатская города Новосибирска. Приход в этот день отмечал свой юбилей. Сюжет наших епархиальных коллег. В этот день церковь вспоминает евангельское повествование об исцелении Гадаринского бесноватого. Настолько важное, что церковь трижды обращается к нему за богослужебный год. Исцеленного человека Христос отправил свидетельствовать жителям Гадаринской страны о том, что сделал ему Господь. Но жители не были рады произошедшему. В этот же день за богослужением церковь вспоминает и подвиг святого Дмитрия Ростовского, известного церковного историка и богослова. Он был колонизирован в 1751 году и стал первым святым прославленным Российской империей. Сегодняшнее богослужение было особенно торжественным и радостным. Приход в честь иконы Божией Матери Знамени отмечает свой 30-летний юбилей. Примечательно, что в этот день за богослужением молились и учащиеся гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия, которая также отмечает 30-летие со дня образования. Господь исцелил Бесноватого, Бесноватого, в котором был легион демонов. И они вошли в стадо свиное и сбросили стадо в озеро, где оно не утопло. Одержимый сными духами – очень страшная болезнь. Что же из себя представляет Бесноватый человек? Человек, который не может руководить своим поведением. Это очень страшно. И на Руси всегда с особым почетом относились к тем людям, которые от Господа имели дарование изгонять эту злую силу. Таким почетом пользовался и святитель Дмитрий Ростовский, память которого совершается в сей день. Он был из дворянской семьи. С юношеских лет стремился к монашеству. Монашество принял, учился, трудился, стал известен как составитель четьих миней. То есть тех миней, где рассказывалось о духовном подвиге святых, поминаемых в этот день. В осмирении своем отошел он к Господу. И ныне поминаем мы этого дивного угодника Божия. Сей воскресный день памятен для нас еще и потому, что мы ныне отмечаем 30-летие этого прихода. И поздравляем сегодня всех тех, кто в этом храме трудился. Всех тех, кто ныне трудится. Кто трудится в гимназии и кто трудится в детском садике при гимназии. КОНЕЦ